Меня зовут Ирина Гуленко. Я работаю в колл-центре 15 лет. Помню еще те времена, когда эксперты были роботами, говорили заученными фразами, используя шаблоны. Считалось, если ты не робот, то ты плохо работаешь. Но ничто не стоит на месте. Клиенты менялись, людям захотелось живого общения. Мы прислушались. Шаблоны ушли в историю. Эмоции вышли на первый план. Иррациональный подход к разговору стал обязательным. Живое общение стало трендом. Жить на работе стало веселее, интереснее, но не легче. Нанять человека и научить говорить его заученные фразы проще, чем найти талант в области разговорного жанра, который бы согласился отдать годы колл-центру, а не стать модным радиоведущим, например. Проблема? Нет. Скорее задача, хоть и сложная. Раз к нам не стоят очереди талантливых стендаперов, а перебирать кадрами возможности нет, то кадры нужно воспитать. Я считаю, что в этом состоит моя главная задача как наставника. В нашем колл-центре три сектора первой линии. В моем 20 сотрудников, которых мне предстояло воспитать и создать команду для достижения поставленных целей. Для начала нужно было узнать каждого, чтобы дать возможность раскрыться, проявить себя и, конечно, создать дружный коллектив, которым нравится работать, и атмосферу, в которой хочется учиться и развиваться. Далее проводился анализ работы каждого для того, чтобы определить сильные стороны и дать возможность поделиться опытом с другими. Потом в мини-группах мы обсуждали результат, успехи, поражения, слушали успешные звонки с иррациональным подходом. Чтобы новеньким экспертам было легче, мы с опытными ребятами разработали фразы, которые помогут завоевать доверие клиента. Дополнительно на протяжении дня я ходила между ребятами и, услышав красивый звонок, подбадривала, хвалила. Глаза загорались еще сильнее, улыбка появлялась автоматически. Зарешали разговор с абонентом уже как давние друзья. Как следствие, высокий уровень доверия клиента, рост показателя НПС, продажи, которые появились как решение вопроса клиента. И счастливый сотрудник, ведь всегда приятно, когда тебя хвалят. В такой обстановке мои ребята показывали отличные результаты на текущих позициях. Это позволило им стать не только профессионалами своего дела, но и продвинуться дальше по карьерной лестнице. За прошлый год в моей группе самый высокий процент перехода сотрудников по компании. Я горжусь своей командой профессионалов, которые востребованы не только в рамках колл-центра, но и в других отделах компании. И тем, что нам вместе удалось наладить процесс развития новых сотрудников.